А тем временем экологи предупреждают жителей Павлодарской области об опасности купания и ловли рыбы в озере Балкалдак. Близ его утилизировано 90 тонн ртути. Пары жидкого металла могут спровоцировать отравление организма с серьезными последствиями, говорят специалисты. Мониторинговая группа провела обследование прибрежной территории и в районе северной промышленной зоны Павлодара. Евгения Мягченко с подробностями. С приходом лета многие местные жители и гости области облюбовали озеро Балкалдак Павлодаре. Здесь люди купаются и используют берег в качестве места для отдыха. Ловят рыбу. Некоторые даже сбывают ее на местном базарчике. Но делать этого категорически нельзя, предупреждают специалисты. Об опасности этой территории знают не все. Я не знал даже, что здесь рыбачить нельзя. Вот был только на рыбалке, как-то даже и не задумывался над этим всем. Не знаю, буду иметь в виду в следующий раз. Да, я слышал, что купаться нельзя, запрещено. Но мы с друзьями часто едем туда отдыхать. Мне нравится, место хорошее. В районе этого водоема утилизировано 900 тонн ртути. Место большого захоронения располагается в северной промышленной зоне Павлодара. Теперь специалисты следят, чтобы не произошла утечка. Ведь ртуть является одним из самых опасных веществ для жизнедеятельности человека. Ее поры могут спровоцировать отравление организма с непоправимыми последствиями, предупреждают специалисты. Хочется обратиться, наверное, к населению и сказать, что все-таки посещать эти объекты на сегодняшний день достаточно опасно. Почему? Потому что ртуть имеет свойство испаряться. А испаряясь, минуя наши биологические барьеры, попадает в наш организм и, соответственно, воздействует на наше здоровье. Научная группа ежегодно проводит ртутный мониторинг. Ведутся наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, почвы, подземных и поверхностных вод. С начала года уже проведены лабораторно-инструментальные исследования. Превышение есть и по подземной воде, в скважинах, по атмосферному воздуху. Зависит, конечно, от влияния погодных условий. Очень-очень сильно оказывает воздействие на концентрацию ртути в атмосферном воздухе, в воде и так далее. В поверхностной воде у нас превышения не было. Птица, рыба тоже самое, концентрация не превышала. Также ежегодно на экспертизу отбирается биоматериал девяти сотрудников завода «Каустик», расположенного по соседству с полигоном. В этом году в волосе одного рабочего обнаружено превышение допустимого уровня содержания ртути. В прошлые годы результаты были отрицательные. Экологи подняли еще один немаловажный вопрос. Полигон никак не огорожен и не окружен запрещающими знаками. В ближайшее время руководители ведомства возьмут его в разработку. Евгения Мягченко, Манбаймбет, Информбюро, Павлодарская область.